Лицо этого человека мы вынуждены временно скрывать от широкой публики. Именно он подозревается в совершении преступлений против половой неприкосновенности жительниц областной столицы. Жертвами маньяка, а именно так окрестили его в народе, стали две женщины 61 и 72 лет. Было совершено два схожих преступления. Первое преступление совершено было 7 июля 2022 года, ранним утром. Второе преступление было совершено 11 июля, тоже ранним утром. Мы по всем способам совершения и характеру совершения преступления установили, что действовало возможно одно и то же лицо. Следователи и сотрудники отдела криминалистики регионального СК совместно с сотрудниками управления уголовного розыска УМВД вошли в состав рабочей группы, созданной для раскрытия этих преступлений. Были вырублены соответствующие меры, направленные на раскрытие данного преступления. Это проведение определенных следственных действий, а также оперативно-режиссных мероприятий, что в соответствии в дальнейшем дало положительный результат. Фактически совершенные преступления были раскрыты по горячим следам. Задержанию подозреваемого предшествовала круглосуточная, кропотливая работа. Как только стало известно о факте совершения преступных действий, была создана следственная оперативная группа, в состав которой вошли на постоянной основе действующие сотрудники следственного органа, следователь-криминалист в частности, вот я выезжал, сотрудники УВД Тверской области. Прибыв на место, проведен необходимый комплекс всех следственных действий и оперативно-режиссных мероприятий. И сразу же в этот же день, можно сказать, незамедлительно, мы очень много закрепили следов преступлений. То есть установлены были камеры видеонаблюдения, на которых мы видели преступника предполагаемого. Соответственно, потерпевшая наша уже его опознала. Известие о дерзком преступлении, совершенном практически в центре Твери, вызвало широкий общественный резонанс. Были изъяты биологические объекты, по которым незамедлительно была проведена молекулярно-генетическая судебная экспертиза ВКЦ МВД России по Тверской области. И был выделен генотип преступника. Проверен этот генотип по федеральной базе. Каких-либо совпадений, к сожалению, у нас выявлено не было. Тем временем преступник совершает попытку нового изнасилования. Задуманное не доводит до конца. Спугнули прохожие. В результате дальнейших следственных действий уже удалось установить предполагаемые пути следования преступника, определить сектор возможного его нахождения. И в последующем, в кратчайшее время, с участием сотрудников уголовного розыска, отдела криминалистики, следственных отделов следственного управления, удалось преступника задержать, предотвратив тем самым возможность совершения этих преступлений. Позже станет ясно, подозреваемого нет в базе данных, так как он гражданин сопредельного государства. Человек имеет гражданство не Российской Федерации, ему 27 лет. Находился он на территории России, так скажем, уже как год с просроченным патентом, соответственно, вел такой образ жизни, не имел постоянного места жительства, постоянного места работы тоже не имел, что, собственно говоря, и на первоначальном этапе существенно осложнило результативных тех мероприятий, которые мы проводили. Но, тем не менее, все равно, как говорится, преступник должен сидеть в тюрьме, и в настоящее время у нас есть неопровержимый комплекс доказательств, которые уже получены на данном этапе следствия. Он свою вину в совершении этих преступлений признает, дает признательные показания, остается дело техники, довести дело до суда, и чтобы преступник получил заслуженное наказание. Следователи-криминалисты отмечают в раскрытии этого преступления сотрудников управления уголовного розыска, которые вычислили каждый шаг подозреваемого. Сотрудники уголовного розыска устраивали засады и дежурили в местах наиболее вероятного появления подозреваемого. Отрабатывали на причастность всех, кто склонен к такого рода криминалу, а также лиц, схожих по приметам. В результате оперативно-розыскных мероприятий были установлена личность и местонахождение злоумышленника, который был задержан сотрудниками уголовного розыска по месту работы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. За совершение каждого из преступлений ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.